Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazin. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогом, но в то же время уловистом воблере от компании Aiko. Моделька называется Müller 56F. В линейке Müller представлена также более крупная модель, размер, по-моему, в районе 80 мм. К сожалению, у меня не получилось её купить в наличии. Нету более крупных моделей, но очень, скажем так, хотелось бы его приобрести. В данном же случае моделька младшая, 56 мм длина. Воблер у нас плавающий, весит он 9,5 грамм. Он подповерхностный, заглубление от 0, соответственно, до 0,1 метра. Расцветка в данном случае 0,29. Воблер изготовлен довольно-таки качественно. Данная расцветка у нас, как можно видеть, прозрачная. Крючки на воблеры установлены отличные. Многие, я думаю, уже угадали. Это реплика на воблерок Malas. Оригинала, к сожалению, у меня нет, поэтому сравнить их, скажем так, в лоб не могу. В 3D-глазке имеются, насечки имитирующие чешую. Головная часть выполнена, отдалённо напоминает нам поппер. Воблерок у нас слабо шумящий. Полётные характеристики у данного воблера отличные. Чем хорош данный воблер? Он имеет игру, скажем так, похожую на крэнк. Можно его смело, в принципе, и назвать крэнком. Соответственно, очень активная игра. Из стороны в сторону, соответственно, крэнковая. На быстрой проводочке воблерок немножко у нас подныривает. В зависимости, опять же, от температуры воды, степень плавучести немножко может изменяться. Как в большую, так и немножко в меньшую сторону. Но, опять же, воблерок подповерхностный, он абсолютно не тонет. На медленной проводке данный воблер на равномерке отлично гонит волну, оставляет после себя усы. Можно применять данный воблерок коротенькими рывочками. Я не скажу, что он работает, булькает, как поппер. Но имеется некое такое побрызгивание, которое, скажем так, зависит от данной конструкции воблерка. Имеется некое сопротивление. И при рывке у нас воблер упирается в воду. И идёт такие небольшие, скажем так, разбрызгивания. Ну, такой полушлепок, я не знаю, как назвать. Ну, поппер он хлюпает, а этот, ну, скажем, больше брызгает. Вот, поппером его назвать нельзя. Многие, конечно, позиционируют модель как универсальную, которая может заменить поппер и крэнк. Ну, поппер она заменить не может, потому что всё же игра у них разная. Ну, как некий такой отличный воблер для экспериментов, это да, могу смело это подтвердить. С проводкой здесь экспериментировать можно довольно-таки много. Начиная от равномерки, стоп энд гоу, лёгкое подтвичивание, одиночные рывочки, скажем так, быстрое протягивание, ну и так далее. Потяжки. Воблер классный. На реке он может, ну, в зависимости от водоёма, выступить не неким универсалом. На воблер довольно-таки неплохо отзывается окунь, некрупная щука. Ну, по крайней мере, мне сильно крупная на него не попадалась до двух килограмм. Это у меня, кстати, второй воблер. Первый у меня воблерок, когда рыбачил с берега, срезала щука, к сожалению. Приобретался он мною давно. Также проскакивает белый хищник. Ну, в основном это довольно-таки неплохой голавлик. Воблер классный. Можно применять не только, конечно же, на реке. Можно и на стоячих водоёмах, на прудах, озёрах применять данный воблер. Однозначно стоящая моделька. К приобретению. Игра у него классная. Особенно те, кто любит подповерхностные приманочки. Ну, в частности, кренки. Однозначно могу порекомендовать к приобретению. Ссылку на данный воблерок я оставлю в описании под данное видео. Воблер можно приобрести в интернет-магазине F-Magazine. Также оставлю ссылочку, точнее промокод рыбалка34. Промокод даёт скидку на некоторые товары в данном интернет-магазине. Всем, кому данный видеообзор был интересен, либо полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok